Он оказался всеми забыт благодаря коварным действиям советской власти, загубившей карьеру гениального спортсмена СССР. Выдающийся советский боксер 80-х годов, пострадавший за месть от чиновников. Имя этого героя практически стерто из памяти людей, но благодаря этому видео мы вместе с вами постараемся восстановить ее. Многие люди впервые услышат его имя, а некоторые с ностальгией и глубочайшим уважением вспомнят этого легендарного человека. Речь, конечно же, идет об Александре Ягубкине, который сильно разозлил чиновников Госкомспорта и всей верхушки советской власти своим неожиданным поступком, о котором я обязательно расскажу в конце видео. А сейчас давайте вместе вспомним яркую жизнь и захватывающую карьеру Александра. Саша родился и вырос в Донецке. Его родители простые шахтеры, мать из Курска, отец из Оренбурга. Мальчик занимался в двух секциях сразу – футбол и плавание. Тренеры считали его одаренным и талантливым парнишкой. В 12 лет Саша сильно травмирует свое колено, а спустя год бросает свои секции и впервые приходит в боксерский зал. Семья Ягубкиных жила на окраине города в бандитском районе, где нужно уметь за себя постоять. И занятия боксом не прошли даром. В бокс центровики не идут, а вот в шахтерских районов было много пацанов. Мамины сынки сидели дома и не высовывались, вспоминал в зрелом возрасте Александр. Саня пришел к молодому тренеру Александру Котову, который тренировал его всю его карьеру. Котов сразу заметил талантливого парнишку. Правда, Сашка ходил на тренировки через раз и вообще не был в восторге от бокса. Тренер Саши даже организовал Ягубкиным новую квартиру, надавив на городскую власть, ведь город мог потерять талантливейшего боксера и будущего чемпиона. После этого Саше пришлось ходить на каждую тренировку, заставляла мама, да и сам он со временем полюбил этот поистине мужской вид спорта. В 1980 году 19-летний Ягубкин в финале абсолютного первенства СССР одержал победу над Вячеславом Яковлевым, который был действующим чемпионом СССР в весе до 91 килограмма. Донецкий молодой боксер произвел огромное впечатление на тренерский штаб национальной команды. Саша должен был ехать на Олимпиаду 1980 года в статусе чемпиона страны. Но слишком юного спортсмена Советский Союз решил приберечь и взрастить до следующих игр. Амбиции запала в кулаках Александра было хоть отбавляй, и он продолжил громить соперников на ринге, побеждая на международных и внутрисоюзных турнирах. Казалось, что его никто не сможет остановить. За свою карьеру Ягубкин одержал очень много важных побед, благодаря которым он четыре раза становился чемпионом СССР. Был лучшим на чемпионатах Европы трижды, два раза побеждал на Кубке мира, а в 1982 году состоялась его главная победа – золото чемпионата мира по боксу в Мюнхене. Завоевавший все возможные титулы в любительском боксе, 23-летний Александр шел к своей заветной мечте – Олимпиада 1984 года в Лос-Анджелесе и был ее главным фаворитом. Но не тут-то было. Сборная СССР бойкотировала проведение игр в США, сломав уже во второй раз все надежды Александра на участие в Олимпиаде. Но что самое интересное, чемпионом в его весе стал американец Тайрел Биггс, победу над которым несколько месяцев назад советский боксер одерживал в одном из матчевых противостояний. Молодой Александр был очень разочарован, что из-за политики страдает спорт и чуть было не повесил перчатки на гвоздь. Но есть интересное предположение, что Ягубкин все равно мог не поехать на Олимпиаду в случае даже несостоявшегося бойкота. Боксер совершил неожиданный поступок всего за один год до начала Олимпийских игр, который сильно разозлил чиновников Госкомспорта. Он-то и сломал все. Сначала спортивную карьеру, а потом и всю жизнь советского боксера. В 1983 году Ягубкин и его тренер отправились в Южную Америку, в Солнечный Эквадор, для спарринга и поднятия профессионального уровня местного боксера Луиса Кастильо. После удачной работы с Луисом Александру предложили с ним бой за большие по тем временам призовые деньги – 400 тысяч долларов. Незадолго до этого Эквадор бедствовал от страшного наводнения и помощи местных властей жителям не хватало. Ягубкин одержал верх над эквадорцем и пожертвовал весь свой гонорар местным жителям, пострадавшим от наводнения. Я понимал, на что иду. Ведь по правилам выигранные деньги должны были поехать в Советский Союз, в общую казну Госкомспорта, так сказать. А мне бы кинули пару сотен рублей, как это было ранее во всех матчевых противостояниях с США. Я принял это решение за секунды и считаю его единственно верным, хотя тренер Котов и сопровождавший нас офицер КГБ чуть в обморок не упали. Все деяния Александра были отражены в КГБшном рапорте и он попал на крючок советской власти. В 1987 году он неожиданно для всех проигрывает в финале чемпионата Европы. Из-за всего лишь серебро его выгоняют из сборной СССР. Конечно же это был всего лишь предлог, но какой обидный для Ягубкина. Олимпиада 1988 года проходит в третий раз мимо Александра и он вешает перчатки на гвоздь уже навсегда.